Добрый день ребята! В группе ничего особо не изменилось, но вы свое положение не улучшили. Расскажите, это была умышленная тактика не бить поворотом соперника? Да, это была тактика завозить до смерти называется и не забить. По сегодняшней игре можно сказать, что Челс для нас очень неудобный соперник, тем, что они все команды обороняются, а у нас такие люди, которые пытаются закатить мяч за линию, раскатать его и это очень тяжело сделать, когда много людей в атаке. Немного неправильную тактику выбрали, надо было больше бить издалека. Ну, тоже надо отметить, что игра опять полностью под нашим контролем была. Мы постоянно атаковали, мяч все время у нас держался, они может быть максимум пару раз поворотом за весь матч в створ попали, и то если не один, единственный, который забили. Поэтому, не знаю, больше добавить нечего. Получается, просто тяжелый соперник попался. Не тяжелая игра, тяжелый соперник. Ну, у них еще состав вроде, они говорят, не собрался, так что, наверное, не очень тяжелый соперник, просто очень неудобный. Они оборонялись хорошо, наверное, или мы плохо атаковали, что-то одно из двух. Вот, но в любом случае хотелось бы сказать своей команде спасибо за то, что вообще мы, в принципе, собираемся здесь, за то, что хороший был сезон, хорошие ребята, прощальная речь у меня просто. Но у вас еще впереди игра с Гертой. Ну да, у них еще игра впереди с Гертой. Поэтому, в любом случае, хорошо, что мы здесь собрались, все ребята, мои друзья, близкие, хоть играть не умеют, но я рад, что мы здесь участвовали, а победы придут. Тогда удачам ребятам из Реала, и вам спасибо, Михаил. Что ты скажешь о последок? Кому это? Ты уходишь, нет. Скажи что-нибудь. Хочу поддать привет Суворовску, как вы найдете. Арсений Добеденко, 16. Всем спасибо. Всем спасибо. Добрый день. Добрый день. Хочу поздравить вас с победой над командой Реал Мадрид. Это, наверное, была для вас важная встреча. Вы хотели победить и вы это сделали. Расскажите вкратце, как вы готовились к этой игре и что в итоге получилось у вас? Да, мы готовились очень интенсивно к этой игре, но, к сожалению, у парней не получилось, так как у некоторых форс-мажорные обстоятельства, работа, травмы и так далее, и пришел неполный состав. Но парни были готовы больше морально к этой игре, и поэтому получилось так, как получилось. Мы выиграли один моль. Это очень важная для нас победа, и мы очень ей горды. Нормались в концентре. Но в группе особо пока ничего не поменялось, но у вас есть огромное количество шансов, можно сказать, на попадание все-таки и на вторую строчку, да, и на выход в Лигу Европы. Как оцениваете сами свои шансы? Нет, конечно, мы будем бороться за выход в Лигу Чемпионов со второй строчки. Будем собираться на каждую игру с парной. Я надеюсь, что парни все восстановятся и будет все хорошо. Не будем надеяться, соответственно, на игру Герты с Реалом, но хотя в приоритете тоже будет это стоять. Ну да, по-моему, Герты поможет. Если Реал проиграет, и мы выиграем одну игру, то мы проходим автоматически. Ну и будет неплохо, конечно, но мы будем спамывать на каждой игре, как мы делаем это всегда. Тогда желаю вам только удачи и еще раз победы. Спасибо большое.